Приветствую вас, уважаемые коллеги, на очередной торговой сессии вторника. На календаре 8 февраля мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Начнем с индекса S&P 500. Понедельник получился у нас не очень волатильным, и в сравнении с волатильной пятницей мы получили вложенный день, так называемые дополнительные зоны ликвидности, которые мы можем себе отметить на графике и попытаться их отработать как дополнительные зоны поддержки и сопротивления. Нижняя зона 44.41, 44.17, верхняя зона 45.34, 45.59. Идея здесь будет у нас следующая. Поскольку тренд у нас здесь все-таки восходящий, но сейчас мы находимся в нисходящей коррекции, наверное, логичнее будет дождаться снижения до нижней зоны ликвидности и отсюда уже зайти в покупку с идеей отработать движение до верхней зоны ликвидности. В этом случае та размерность, на которую мы рассчитываем, она будет как раз вписываться в этот сценарий. Ну и плюс, это будет такой наиболее оптимальный шаг с точки зрения спроса и предложения. То есть для того, чтобы высоко взлететь, нужно, естественно, сначала немножко опуститься на рынку, нужно топливо для того, чтобы рвануть наверх. Ну а наверху у нас уже с вами цели есть, они поставлены давно, они пока остаются актуальными. Это 47.35, 47.77. Идем дальше. Евро-доллар. Евро-доллар сегодня решил немножко сходить в пике, но вчера это тоже был маловолатильный день. В связи с этим у нас образовалось две зоны ликвидности. Одну как раз мы сейчас тестируем. Это нижняя зона 1.13961, 1.13724. Соответственно, от этой зоны, помимо того, что здесь есть зона ликвидности, здесь еще есть уровень минимальной коррекции. По Фибоначи мы будем рассматривать движение в восходящем направлении. До верхней зоны ликвидности 1.14834, 1.15074. Вот такой торговый план у нас будет на ближайшее время по евро-доллару. То есть именно отработать вот это движение. Что касается движения в нисходящем направлении, если мы все-таки здесь пробьемся, то критической точкой для нас станет ключевой уровень 1.13427. Это уровень глубокой коррекции. И если уж цена будет закрываться консолидированной свечой ниже этого уровня, то высока вероятность, что мы пойдем дальше в нисходящем направлении, после этого на пробой глобального минимума, ну и так далее. Так, идем дальше. Фунт-доллар. Фунт у нас сделал коррекцию пока что только к минимальному уровню. Это у нас котировка 1.35034. Есть у нас еще более дальний уровень 1.34616, на котором у нас и строится основной наш сценарий. То есть это нисходящая коррекция и после этого восходящее движение по предыдущей размерности до цели 1.37249. Думаю, что этого сценария следует придерживаться в ближайшее время. По крайней мере, я на текущий момент не вижу каких-то особых предпосылок к тому, что этот сценарий вот-вот должен сломаться. Поэтому давайте еще немножко подождем коррекции, и затем уже по понятным ценам закупимся, с понятной идеей, и отработаем это движение. Идем дальше. Доллар-японская иена. Согласно нашему основному сценарию после тестирования, мы практически дошли до цели. Цели у нас были на обновление локального максимума, но вчера у нас образовали здесь дополнительные зоны ликвидности. Поэтому наша цель по восходящему движению корректируется. Верхняя зона ликвидности 1.15, 549, 1.15, 770. Нижняя зона 114, 733, 114, 514. Идея проста, как апельсин. Если мы идем к верхней зоне, значит отсюда продаем до нижней. Если мы все-таки рванем вниз и оттестируем первую нижнюю зону, тогда, соответственно, покупаем и отрабатываем до верхней. Вот такой торговый план несложно у нас по доллар-иене. Идем дальше. Доллар-каналец. Доллар-каналец вчера вечером вновь оттестировал нашу зону интереса. Как видим, зона достаточно сильная, потому что после того, как цена пробилась выше этой зоны, несколько раз уже было такое, что мы пытались эту зону пробить. И все нам этого никак не удается. Стоит отметить, что при таких раскладах сопротивления или поддержки в зоне остается все меньше и меньше, поэтому каждый последующий ретест зоны может стать не просто провалом, а началом, возможно, даже нового тренда. Пока что тренд у нас здесь остается восходящим, но цена танцует возле диапазона средних значений. Поэтому каких-то конкретных идей, кроме тех, что мы рассматривали раньше, здесь пока что нет и не будет. Но меня действительно смущает тот факт, что мы двигаемся с небольшим уменьшением амплитуды, и при этом у нас уже несколько тестирований зоны поддержки было. Поэтому я предлагаю вам следующий сценарий. Во-первых, у нас сейчас цена рисует некое подобие разворотного, точнее партнерного продолжения движения 1-2-3, поэтому при повышении волнового уровня, когда у нас цена уже точно пробьет вершинку ближайшую, можно попытаться отработать идею в лонг, но не очень такую большую. Я бы сказал порядка где-то 36-37 пунктов до котировки 1.27.411. Далее. Что мы будем делать далее? Далее у нас здесь есть вот такая наклонная трендовая линия. Она, конечно, не очень круто направленная, но тем не менее. При подходе цены к этой линии здесь мы можем попытаться своим продать, потому что рядом есть два прекрасных уровня сопротивления, плюс есть размерность, которая у нас так и не выполнена. Здесь в итоге стоп-лост будет, ну, не очень большой, я бы сказал, может быть где-то пунктов также 35-36, зато тейк-профит будет более 120 пунктов. Это уже будет конкретно тейк на пробой и продолжение нисходящего движения, вот по этой размерности большой. Поэтому вот такой сценарий мы можем попытаться отработать в ближайшее время, если цена нам, конечно, позволит. Доллар-франк. Доллар-франк продолжает идти, согласно нашим основным идеям. Выполнили мы еще одну размерность, то есть, как видим, обе размерности у нас дали хорошие коррекции, и после того, как мы оттестировали уровень минимальной коррекции, мы пошли в восходящем направлении и даже пробили немножко локальный максимум. Теперь по данной валютной паре мы будем ждать дальнейшего восходящего движения в область 0.92-990-0.93-100 с достижением ключевого уровня 0.93-0.63 и выполнением трехсоставного коррекционного движения. Вот такой у нас план по доллар-франку. Далее. Австралиец. По австралийцу, после того, как мы в пятницу выстрелили вниз, снова вернулись практически к тем значениям, в которых танцевали последние два дня перед нон-фармом, и здесь у нас будет идея следующая. Смотрите, вообще по идее нам бы очень неплохо было выполнить предыдущую размерность. Эта размерность нас приводит в котировку 0.71-638-0.71-827. Это цели по восходящему движению. Но меня реально смущает то, что мы вчера очень так последовательно, очень неплохо двигались, достаточно технично в восходящем направлении. А сегодня весь этот восходящий тренд был пробит. Более того, мы нарисовали и ретест, и сейчас цена двигается в нисходящем направлении. Поэтому давайте сделаем так. Если у нас цена пробьется в нисходящем направлении, это будет не что иное, как формирование паттерна 1.2.3. И при пробое котировки 0.71-0.47 здесь стоит продать. Продать до обновления локального минимума. Это примерно 50 пунктов. Стоп-лосс можно поставить за ближайший локальный максимум. Даже экстремум скорее. То есть где-то пунктов 25 у нас будет стоп-лосс. Соответственно, если у нас этот сценарий не сработает, если мы пойдем сразу же в восходящем направлении, то здесь уже нам на помощь приходит так называемая техника переворота. То есть мы с вами возьмем вот эти две вершинки, поскольку они у нас сейчас здесь, ну, единственные, которые мы можем взять. И смотрите, дело у нас будет обстоять так. Представим, что мы идем в нисходящем направлении, пробиваем минимум. У нас здесь открывается сделка sell. Но после этого мы идем сразу же в восходящем направлении и пробиваем вот эту линию. В этом случае мы что делаем? Ждем также коррекционного движения, как мы ждали здесь. И на повышении волнового уровня мы здесь просто закрываем sell и открываем buy. И отрабатываем уже идею buy до указанных ранее целей. Вот такой у нас сценарий по австралийцу. Надеюсь, все объяснил понятно, никто не запутается. Дальше идем новозеландец. По новозеландцу похожая картинка. Единственное, что в отличие от австралийца, меня здесь смущает, что мы пробили очень такой хороший пивот. По австралийцу, если мы с вами посмотрим, то мы до этого пивота еще не дошли. Вот он был, хороший пивот. Вот этот пивот, конечно, тоже хорош, но все-таки в рамках вот этого флэтового движения я ему не очень доверяю. А вот по новозеландцу здесь действительно был хороший пивот, и мы его пробили. И я боюсь, что мы не сможем дойти до целей по предыдущим размерностям. Это у нас получается цель 0.66600, 0.66652. А пойдем в нисходящем направлении уже с текущих позиций. Потому что 2 часа назад, как видите, мы точечно оттестировали уровень поддержки и сопротивления. Поэтому с текущих позиций, если вы хотите торгануть новозеландец, то я рекомендую дождаться, когда у нас будет пробита вот эта линия. Давайте я ее поближе нарисую, чтобы всем было понятно. Вот у нас две вершинки. И вот она линия у нас формируется. Но сейчас всего лишь коррекция, пробой будет означать формирование паттерна 1.2.3 при пробое 0.66262. Ну и в случае пробоя, соответственно, мы продаем новозеландец. На локальном минимуме фиксируем часть прибыли, остальное переводим без убыток. И ждем полной отработки. Ну а полная отработка у нас вполне может улететь вот до сюда. Многие скажут, что ага, да здесь, наверное, голова-плечи вот такая формируется. Ну не факт, конечно, но вполне возможно. Вот. В любом случае, если уж так говорить про потенциал, то нужно просто взять вот эту размерность и подставить ее дальше. И вот он ваш потенциал. 0.65622. Вот такой план у нас будет по новозеландцу. Далее идем на золото. Золото достигло промежуточных целей 1821.19. Это ключевой уровень, которого мы ждали. Но разметность пока еще не выполнена. Так что шанс уйти в дальше восходящем направлении у золота, несомненно, все еще есть. Но для того, чтобы нам уйти, нам, соответственно, нужно выгодно закупиться. В данном случае я единственные выгодные покупки вижу от уровня минимальной глубокой коррекции 1809.99-1803.21. При этом размерности, которые у нас формировались в течение прошлой недели, подтверждают данные уровни. После чего потенциал у нас будет лежать в диапазоне 1834.22-1841.58. Поэтому мы будем придерживаться именно такого сценария, а именно покупка от ключевых уровней. Ничего не придумывая, не изобретая велосипед, а просто отрабатываем идею. Так, идем дальше. Серебро. По серебру великолепно отработал сценарий на тестирование зон ликвидности. Обратите внимание, сначала от верхних мы пришли к нижней, затем от вновь образованной нижней мы ушли к верхней. Здесь трудно сосчитать, сколько конкретно профита можно было получить, потому что у меня некоторые сделки выбило по безубытку. Например, вот здесь это произошло. Я не ожидал вот такой шпильки, и здесь просто меня вынесло по безубытку, но часть перед этим я зафиксировал. Но, в общем и целом, надо сказать, что наша идея отработала великолепно. Лучше, чем в прошлый раз, когда мы получили сток. Вот, поэтому, что мы будем делать сейчас? Сейчас здесь идея та же самая, что и по золоту. То есть нам нужно дождаться коррекции для того, чтобы выгодно закупиться. В отличие от золота, здесь у нас чуть-чуть больше пространства для манёвра, поскольку чуть побольше здесь понятных размерностей. И здесь есть ещё один такой интересный фактор. Смотрите. Это линия поддержки. В эту линию поддержки нас приводит одна единственная размерность. Вот она. И, собственно говоря, я сомневаюсь, что мы до этой размерности дойдём. Ну, потому что вот такие вот срывы, это означает, что здесь очень большие позиции накоплены. И, скорее всего, дальше вот этого срыва цены цену в ближайшее время, по крайней мере, не пустят. Поэтому, что мы будем с вами делать? Чертим сетку Fibonacci. Можно её очертить вот таким вот диапазончиком между 22652 и 22445. И основная наша идея будет эта покупка от этого диапазона. Но поскольку здесь у нас есть одна из размерностей 22584, мы будем покупать именно от этого уровня. И идея основная будет состоять в... Давайте посмотрим, какие цели у нас здесь на горизонте мелькают. Так. Вот они цели. И, соответственно, это будет 23500. Вот такие пока что идеи у нас по серебру. Далее идём. Нефть марки Brent. Нефть, несмотря на то, что за последнюю неделю выросла, я всё-таки думаю, что мы уйдём на хорошую коррекцию. Пока что сейчас мы находимся в нисходящем краткосрочном тренде. Цели по данному снижению 91.40. Уровень минимальной коррекции по отношению к последнему восходящему движению. Поэтому по достижению этих целей я буду ждать следующего сценария. Вот этот вот зеркальный уровень возьму. Буду ждать от него коррекции к нему. Затем ещё одну волну снижения. До котировки 90.11. Пока что это всё. Здесь больше я пока ничего не скажу. Единственное, что напомню, мы подтягиваем те размерности, по которым мы смотрим дальнейшие срывы цены. 86.63, 87.69. Это наша глобальная цель по снижению. То есть, если мы будем искать какую-то глобальную коррекцию, то я предполагаю, что именно в район этого диапазона она последует. А отсюда уже будет какой-то отскок. Далее, доллар-рубль. По доллар-рублю оттестировали мы предыдущие, точнее не предыдущие, а промежуточные цели 75.584. Напомню, что мы можем уйти дальше. Но эти цели были для нас именно промежуточными, поскольку мы именно таким образом рассчитывали по размерности. Максимальные цели еще не достигнуты. Это 74.492. Вполне возможно, что при такой хорошей нисходящей тенденции еще за пару дней мы их оттестируем. Но если цена пойдет наверх, то для нас уже здесь ключевым диапазончиком будет 77.34, 78.733. В этом диапазончике мы с вами уже будем искать продажи, не покупки. Покупки, если вы хотите, то можете открыть их сейчас. Но сейчас оснований для открытия покупок, на мой взгляд, недостаточно. Мы еще не пробили ни наклонную трендовую линию сопротивления, ни у нас здесь... Максимум, что мы здесь имеем, это просто локальную дивергенцию и все. То есть, по сути, еще ничего не образовалось. Есть несколько младших размерностей, выполнив которые мы можем пойти далее в нисходящем направлении. И эти цели можно использовать внутри дня, если мало ли кто-то торгует фьючерс на доллар на московской бирже. Это котировки 75.81, 76.14. Вот такие планы по доллару-рублю. Так, ну и биткоин. Биткоин наш, дорогой биткоин. Все произошло наилучшим образом, как мы с вами и рассчитывали. Восходящее направление. Прорвали все возможные и невозможные цели. Сейчас идем к котировке 46.053. Так, давайте посмотрим, что у нас еще по промежуточным целям. Так, ну одну из целей, как мы видим, мы уже оттестировали. Вот она. И как раз от нее была такая очень хорошая шпилька. Что будет... А, пардон. Так, немножко ниже он находится. Так. Вот так. То есть сейчас мы находимся в разворотном... В разворотном диапазоне. Что будем делать сейчас? Ну сейчас, с учетом того, что тренд у нас здесь явно определился как восходящий, мы будем с вами покупать на коррекционных движениях. Берем предыдущую размерность. Она здесь у нас чуть побольше, чем была раньше. Соответственно, как только цена эту размерность выполняет, мы покупаем стоп-лосс небольшой. И отрабатываем полный цикл восходящего движения. У нас даже цена пока что не прошла и треть этого цикла. Так что потенциал атомный. Так что просто покупаем биткоин на коррекциях. Вот и весь наш план. На этом у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши вопросы в секциях с комментариями. Всего доброго. Пока.